Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Вырубленные в скалах кропницы Западной Армении станут туристической достопримечательностью. Омбудсмен Республики Армения. Вооружённые силы Азербайджана совершили зверство по инициативе своего главнокомандующего. В Степанакерте строится спортзал. Пожары в Турции не были случайными. Единственная жертва природы – тиран Локмагюзян. Азербайджанские варвары продолжают культурный вандализм на оккупированных территориях Арцаха. Достопримечательности Западной Армении – Дерсимский жемчужный водопад Дереова. Элина Даниэлян – чемпионка Европы по шахматам. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Начались работы по превращению высеченного в скале кладбища в Карине в Западной Армении в туристическую достопримечательность, восходящую Караратскому царству. Муниципалитет, в видении которого находится мавзолей, посадил зелень вокруг пещерной гробницы, которая неоднократно подвергалась нападениям расхитителей к сокровищ, и превратил лесную местность в место развлечений. Мэр отметил, что кладбище на холме Калор, на котором находятся руины замка, будет открыто для местных и иностранных туристов. Примерно в 20 километрах от Карина, в скалистой местности района Умут, скальный курган Калор-Хилл, предположительно, был построен в 800 году до н.э. Вырубленное в скале кладбище с руинами у подножия замка – одна из древнейших исторических ценностей Карина. Защитник прав человека Республики Армения выделил части выступления президента Азербайджана на телеканале CNN Turk 14 августа, выступления его визита в Карвачаре и в Бердзоре 16 августа, содержащие ненависть и вражду, отправленные на армянском и английском языках всем депутатам Национального собрания Республики Армения, правоохранительным органам, а также неправительственным организациям. Арман Татойян отметил следующее. Дело в том, что эти выступления порождают ненависть ко всему армянскому народу, населению Армении и Арцаха, используются для угроз, оскорблений и пострекательств. Эти речи нарушают покой. Факты, зверсть совершенных азербайджанскими вооружёнными силами против армянских военных и мирных жителей, включая обезглавливание, пытки и убийства, доказывают, что азербайджанские вооружённые силы осуществляли их вдохновлённые своим главнокомандующим. На улице Маштоца 9 Степана Керти ведётся реконструкция зала «Самбо и дзюдо». Об этом заявила пресс-секретарь Министерства градостроительства Арцахской Республики Марта Даниэльян в беседе с корреспондентом «Арцахпресс». Согласно проектному заданию Министерства градостроительства Арцахской Республики предусматривается перепланировка зала «Татый» по пик, расположенного по этому адресу в специализированный спортзал «Самбо и дзюдо». В настоящее время ведутся работы по сносу, сказала Марта Даниэльян. По словам нашего собеседника, строительство ведёт ООО «Эльнард». На телевидении Западной Армении тюрколог Тиран Лук Мягюзян проанализировал настоящие причины пожаров в Турции и их последствия. Он сослался на принятые в турецком парламенте законы, после которых пожары начались как бы случайно. Полностью интервью вы можете посмотреть на нашем сайте и на официальном канале YouTube. Азербайджанские варвары продолжают культурный вандализм на оккупированных территориях Арцаха, уничтожая не только армянские церкви, хачкары, памятники, посвящённые Арцахской освободительной войне, армянские кладбища, но и статуи армянских маршалов, сражавшихся против нацизма во Второй мировой войне. В частности, в селе Мастагер Гадруцкого района Арцаха азербайджанцы разрушили бюст маршала авиации СССР Арменака Хамперянца или Сергея Худякова из Арцаха. Об этом сообщает платформа varkarabachrecords.info, рассказывающая о военных преступлениях Азербайджана. На сайте отмечается, что о факте осквернения памятника маршалу Хамперянцу стало известно в 2021 году по спутниковым фотографиям, сделанным в июле. На спутниковых снимках, сделанных до войны на территории дома-музея, виден бюст маршала и истребитель МиГ-17. Однако на фотографиях, сделанных через несколько месяцев после войны, в том же районе отсутствует бюст Арменака Хамперянца, а его истребитель МиГ-17 частично сломан и выброшен в сторону, говорится на сайте. Водопад Дэрова в западной Армении – один из хороших примеров того, насколько щедрой является природа, когда её целостность не нарушается. Водопад Дэрова известен в народе как фонтан невесты, а особое место для тех, кто хочет уйти от летней жары и городского шума. В современном мире, где природа разграблена в аренду, вода используется в коммерческих целях, а леса уничтожаются, стало почти невозможно почувствовать звук воды, запах земли в природе. В географии Дэрсима ещё есть области, которые можно было бы защитить. Одно из таких мест – водопад Дэрова. Летом водопад охлаждает окрестности зимой, ледники, образованные водопадами, создают визуальный праздник. Дорогие соотечественники, если вы планируете посетить Западную Армению, это настоящее место, где можно насладиться природой нашей Родины. Кроссмейстер Алина Даниэлян впервые в истории армянских шахмат завоевала титул индивидуальной чемпионки Европы по шахматам среди женщин. В последнем туре финала, прошедшем в Румынии, лидер армянской команды соревновалась белыми фигурами с представительницей Эстонии Майн Нарва. Она набрала 9 очков из 11 возможных, 7 побед и 4 ничьи. Юлия Осмарк из Украины на пол очка отстала от Элины Даниэлян, которая только что совершила игру в ничью с Беллой Хоттенашвили из Грузии. 43-летняя Элина Даниэлян стала индивидуальной чемпионкой Европы по быстрым шахматам в 2001 году, командной чемпионкой Европы в 2003 году в составе сборной Армении и бронзовым призером индивидуального чемпионата Европы 2011 года. Западная Армения поздравляет армянскую шахматистку и желает ей новых побед. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении продолжает свою миссию по сохранению армянской идентичности. Все эти годы наша телекомпания старалась предоставлять хорошие новости, размышлять о наших соотечественниках-эмигрантах, разбросанных по всему миру, и представлять нашу родину. Нам нужна ваша поддержка, чтобы вывести эту нелёгкую работу на новый уровень. Государственное телевидение Западной Армении рядом с вами. Оно продолжает быть неугасимым голосом нашей родины. Вместе мы можем сделать большее. А далее для вас Ереванская государственная камерная музыкальная группа. Хором-хором. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственной телеканала. Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.